Приветствую вас! Если отвечать на вопрос в общем, то надо сказать, что если женщина перестает чувствовать себя с мужчиной женщиной, то это первый, главный и всеобъемлющий фактор, в который подталкивает собственность человека как раз в град воду. То есть если мужчина, либо перестал выполнять те действия, те поступки, которые помогали, которые позволяли женщине считать себя таковой, если мужчина перестал это делать, то имеет место быть все основания для того, чтобы такая женщина постепенно как бы готовила себя кстати к разводу. То есть момент здесь такой, что она может быть даже по началу этого не осознает, но потом, спустя какое-то время, у нее волей-неволей проявляются вот эти вот моменты. Значит, это вот первый и самый главный, самая главная тонкость. Второй момент, который можно назвать, это момент более такой, я бы сказал, более тонкий, более уже частный, по большому счету, потому что это вот был общий момент. А более частный момент, это когда мужчина заставляет себя, заставляет женщину чувствовать себя мужчиной, и когда женщина чувствует, что она мужчина в отношении. То есть, что она, по ее мнению, это очень важный момент, именно что она по ее мнению, по своему собственному мнению, выполняет какие-то мужские роли, выполняет какую-то мужскую роль в отношениях. Вот это тоже заставляет ее задумываться, задуматься, больше думать о том, чтобы, собственно говоря, развести себя с мужчиной. То есть, думать о том, что мужчина такой ей не нужен. Далее, потеря уважения к мужчине. Потеря уважения к мужчине, это очень важный момент. Если женщина не уважает своего мужчину, с которым она находится в браке, скажем так, если нет уважения. Если нет уважения, то, соответственно, нет и восхищения мужчины. А если нет восхищения мужчины, то откуда тогда взяться стремление, желание женщины быть с ним? То есть, это вот тоже такой довольно важный момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Значит, уважения. Дальше. Несоответствие в возгляде, в понимании женщины тому, что должен делать мужчина. Тому, что представляет из себя мужчину. Значит, отсутствие доверия, отсутствие возможности положиться на мужчину. Это тоже заставляет женщину задуматься о разводе. Ну, далее вы говорите уже о таких моментах, как материальное составляющее, материальное положение. Вы пишите про материальное положение. Соответственно, если не брать его в расчет, то немалую роль играет секс. То есть, если в сексе все хорошо, если женщина сексуально удовлетворена, и если все ее желания, абсолютно все ее желания удовлетворяются, то тогда можно говорить о том, что она не задумывается о разводе. Соответственно, если женщина сексуально не удовлетворена, и не получает в постели то, что она хочет, то, чем она нуждается. Такое иногда бывает при разнице в темпераментах, например. Если происходит такая ситуация, то женщина, конечно, может задуматься о разводе. Просто потому, что не получая сексуального удовлетворения, женщина чувствует, что мужчина ее не удовлетворяет, мужчина ей не подходит, ну и так далее, так далее и так далее. То есть, этот момент является тоже очень важным. Правда, важен этот момент далеко не для всех женщин, не для каждой. То есть, для кого-то секс – это очень важная составляющая отношений. То есть, нужно анализировать и отталкивать именно от того, какая вот женщина, какая она в конкретном случае. То есть, какие у нее предпочтения в каждом конкретном случае. И тогда уже, исходя из этого, можно будет сделать вывод относительно того, что именно конкретную женщину может привести к мыслям о разводе. Потому, что вот так говорить, как я уже сказал, не является чем-то правильным, чем-то верным, чем-то точным. Потому, что вот то, что мы сейчас делаем, то, что я делаю, то, что другие эксперты делают – это всего лишь нашего предположения. А чтобы реально сказать, чтобы реально вам помочь, потому, что вы же не просто так задаете свой вопрос. Чтобы реально вам помочь, нужно знать, с чем мы имеем дело. Конкретно. Что именно у вас за проблема? Что именно у вас за трудности? И вот, когда и если это будет понятно, когда и если ситуация будет решена, тогда уже можно будет сказать, что именно ваша женщина может привести к мыслям о разводе. Ну, пока, конечно, я понимаю, что вы спрашиваете в расчете, исходя из того, что реально может быть, то есть, исходя из неких общих посылов. Но общий посыл – это, к сожалению, не всегда и далеко не в каждом случае то, что подходит именно вам. И это тоже нужно понимать очень хорошо. Поэтому, в общем, я надеюсь, вы получили какие-то сведения. В общем, я надеюсь, вы для себя уловили, какие моменты могут привести женщину к мыслям о разводе. Но следует оговориться, что многое зависит от ее собственных приоритетов. Вот какие у нее приоритеты? Вот от этого и зависит. Поэтому с приоритетами нужно разбираться. В жизни есть много случаев, когда люди разводились из-за абсолютных младшей. «Не знаю, поставил чашку, забыл купить продуктов» и так далее. И связано это с тем, что проблема, которая лежит на поверхности, «чашка» или «продукты». Это лишь повод. А глубинная проблема, настоящая проблема, она лежит в совсем другой плоскости. Из-за того, что люди ее не знают, из-за того, что люди порой даже сами не осознают эту проблему, и получаются такие ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, я рекомендую вам провести как можно более подробный анализ. И тогда будет все относительно понятно. С этим, я думаю, мы закончим. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно того, что вы будете делать дальше.